Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Луки. 1 глава с 31 по 38 стих. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог, престол Давида, Отца Его. И будет царствовать над домом Якова во веки, и царства Его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего сидит в тебе. Посему и рождаемость святой наречется сыном Божиим. Вот Иисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына Его в старости своей. И ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господни, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. Архангел Гавриил, так он называется вестником, а ангел вообще вестник называется. Что можно сказать здесь? Мне приходилось на эти праздники говорить в проповеди неоднократно. Повторы нежелательные. Я стал смотреть, что сказали святые отцы. У меня возникают вопросы, я ищу ответ на вопросы. Почему именно в это время, а не раньше? Понимаете, простые вопросы. Ни одного святого отца я нигде не нашел это. Я стал смотреть тогда, когда казни приходили на землю. Что перед этим было? И написано, Господь возгорел на землю, и вот земля растлилась. Златоуз говорит, земля, она остается землей. Это люди, названные землей, превратились в грязь. Потоп. И все смело. Самая позорная, самая ненужная болезнь у человека, когда извращают похоти. Оставив естественное протерпление женского пола, разжигались похотью друг на друга, делая страм и получая в самих себе должное возмездие. Римлянам первая глава. Дошли до этого. Ведь они похитить хотели и насиловать ангелов, которые были у лота. Дальше мера кончена. Все. Вывезти кто может. А если, которые вывезли, вывезли, так еще не дойдут. А которые дойдут, так еще какие-то лучшие люди были. Две дочки зачнут от отца. А как было? А в Ветхом Завете как было? Вот Ной, это единственный на земле человек, которого Бог корабль посадил. Он выходит и напился пьяный. Дальше что? Африканский континент. Ханаан, да будет проклят. И делает это раб рабов. Им никогда не быть такими, и разбития не такие не делать, как Атеопета. То есть мы к нему относимся. Я стал смотреть. Вот этот момент. Если бы она не услышала Архангела, она говорит, да будет мне по слову твоему, маленькой букву твоему. По слову Архангела, но не Бога. Она приняла на сто процентов, что это говорит в его лице Господь Бог. Иначе эти слова бы не прославлялись. Чтобы приготовить такой золотой сосуд, к которому мужчина ни один не прикоснется, а стихтанцы, баптисты говорят, у них дети были и прочее. То есть понятия никакого нет. Поэтому он рисует, который мужчина, с ней, ну, 1 год примерно, надо старше. Когда у православных, ему 72 года. А ей неполных, когда она родила, неполных 15 лет. То есть видите, какой разный на этот взгляд. И этот сосуд, он приготовил Господь в 5508 лет. Вы знаете, когда Астинь восстала, не послушала так сердца, сказано было лишить ее звания жены и по всей стране поискать. Ну, мне нравится вот это. И не все еще. Царь будет выбирать из них. И мы знаем книга Истинь, как она стала и кем, и что случилось с еврейским народом. Главный мучитель был казнен вместе всей семьей. Аминь. А Мардахей возвысился. Главным советником стал у царя. Когда мы Богу доверяемся, то самые плохие события делаются полезными для человека. Болезнь. Враги. Но Господь повелевает любить и врагов. Я не мщу им. Я молюсь за них. Я выдавливаю себя. Я любить. Я ничего в них не вижу. За что их любить-то? Они такие пакости делают. По всем признакам похулили Духа Святого. Прямо не скрывают. Уничтожить селение наше. Интернетное содружество. Что вот это все разрушить. И жалуются, пишут жалобы. Сегодня, по сегодняшний день. У меня заповедь полюбить. Я не могу войти в полную. Любишь как? Только молитвы и сказать. Господи, обрати его. И из болезни, и здоровья, и враги, и друзья. Говорят, наши лучшие друзья будут. Если мы будем благодарить Бога. Я буквально последние недели вот все сидел и выпрашивал у Бога. Господи, не знаю. И Господь показал. Надо смотреть, какая была обстановка. Какой был мир. Здесь у нас редко, чтобы мы собирались. Все Слово Божие слушали. Нет, как-то кончилось. Как будто выстрелил. Как пробка вылетела. Вылетело все. То есть община не нужна. Пробки не нужны. Это обман. Это кончится когда-то. Будьте вместе. Кровь Иисуса Христа защищает нас от всякого греха. Но впереди-то два условия. Смотрите. Если мы ходим во свете, как Он во свете. А во тьме это против Бога идти. Имеем общение друг с другом. Но здесь мы не имеем общение друг с другом. Который впереди видит их. Анастас, который сзади видит их о спине. Если сразу ты выходишь, а мы узнаем, какие болезни, какие новости, о чем молиться. Ищем помощи. У нас там роженица. Там кто-то заболел. Это община. Община это одна семья. Родные от тебя могут отвернуться. А в общине, если мы все дети одного Отца Небесного, этого не бывает. Вот я стал подходить с этой стороны. И вижу, ни один святой отец не коснулся. Почему, не знаю. Было, может, трудно им это. Книги не печатали. Напрягите себя. Батюшка, если был бы, я уже оговариваюсь просто, дольше было бы, намного. Поэтому это время я хочу здесь, сейчас, чтобы вы выслушали, какая была обстановка в мире. Я ни от кого не слышал, чтобы люди этим занимались. В второзаконии 27 глава почти две главы прочтем. И мы увидим, какие были люди. И почему назрело время пришествия сыну человеческому. И похоже, что ангелы не знали про это. А почему? Родился и показал себя ангелом. Павел говорит. А кто видел? Гавриил. Если бы она не... Она бы так же дожила с Иосифом. Правильно, умерла и все. Никто бы не знал. А сегодня это мы знаем, кто она. С большой буквы даже пишется. Итак, считаем. 27 глава Таразакония. С 9 по 26 стих. Это обстановка. Это очень важный вопрос. Я вчера говорил на тему проклятия. Мы сейчас улучшим. Проклятие, анафема, это одно и то же слово. Сколько благословений Бог дает и проклятие. Говорит, избери жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Вчера я не стал трогать это. Думаю, оно соединяется с этой проповедью. И мы послушаем. Прямо представляете этих людей. В чем их... Не человек обвиняет Бог. Что он для них сделал и как они поступили с Богом. Это вообразить даже нельзя. Я вчера сказал, что анафема больше всего библейская. Относится к православным, к нам. Кто не любит Господа. Где его любят? Ты сходи в любой храм. Люди выходят, поговори с ним. Ничего не знают. Наша сестра здесь сходила. Старство Небесное. И она в Никольском была. Встала. Выходит батюшка. Он сейчас служил. Она говорит. Батюшка, я так хотела бы проповедь услышать. Что, ты в Игнатию пришла? Это означает, что мы ведем занятия. Приходит один человек и говорит. Батюшка сказал, что у нас большой баптистерий и крестить будут полное погружение. Я говорю, вы Богу скажите, сколько их изуродовали у людей. Считали крещеным, а они не крещеные. Крещение, перевод один. Погружение. Таупан. Баптизен. На разных языках я сравнивал. С молодой тоже слово. Ну и зачем бы, говорит, крестил в Близьелоне, где было много воды. Где Христос крестился? Где люди? Посмотрите, картинка Иванова, явление Христа народу. Россия, Русь, где крестилась? Крещатик. В Днепре. И сейчас как делают? Показывают, стоят люди. Ребенка, одетого, вот так делаешь на спине. И рядом, прости Господи, самое высшее звание имеет человек в церковной иерархии. Видно, что два епископа стоят. И этот человек, который высшее звание имеет, поднимает ладошки и капает на него. Я не знаю, это надо быть мертвым, чтобы не заплакать. Что они делают с Россией? И другой очень известный человек выступает везде. Все знает, там обменят все. И стоит один, все обритые, в солдатской форме. Ясное дело, что они где-то на передовой где-то. И один держит так большое бедро, там бедра, вода есть. Он ладошкой. А тот наклоненный тоже. Его ничего не знает, с папиросами. Он пришел-то для того. И капает ему на затылок в эту ямочку. Это все в интернет выставляют. Они считают, что да, это все этот католикам взяли. У них нет практически крещения. Если он бросил, две капли. Одна еще, не ладно, надо две. Он кистью махнул, все крещеные. Простое дело. И мы подвели под проклятие. Ладно, не ладно. Огород сажаешь, там скотину держишь, вешаешь людей. Все это по-человечески. Но прямо дело Господне, крещение, это дело Господне. Лечат и все, и совершенно враждебные люди, и видят, что лично навел, и начинают там перевязывать его. Но крещение. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Два проклятия в один стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. А деньги возьмет. Небрежно. Точка. И проклят, кто меч Господень удержит от крови. Россию постигнут великие кары. В этом я на 100% уверен. И мы стоим где-то рядом со всем. Нас предупреждали со всех сторон. И где бы чего не было. Царь зачем захватывал Польшу? Врагами стали. Зачем Финляндия нужна была? Почему я должен был от лист отбросить? С юга нахватали этих, которые другой веры. Что делать? Не знают. Каждый день буквально там вот это вот, что сейчас трагические события, какие, ну, республики бывшие где-то. Мы должны сегодня это взять в молитве для себя. Я обязан молиться теперь о пробуждении священства. Коснись, Господи, пробуди, чтобы принесли покаяние. Мы приходим сюда не отдыхать. Я прошу, будьте внимательны. Считай в слух, брат. Это Бог говорит каждому из нас сейчас. Применяй к себе, что я здесь же, потому что мы новый Израиль. Мы дети Авраама по вере. Поэтому это к нам относится вплотную. Не так, что это в Ветхом Завете. А Господь 5.39, когда считаем мы, Иоанн, говорит, И следуйте Писание, ибо через него думаете иметь жизнь, и через них, и будете иметь жизнь вечную. А в Писании-то никакого не было. Христос был. Ни одной, ни Матфея, ни кто. Речь шла о Ветхом Завете, и Христос отсылает к нему. Итак, Ветхий Завет и Новый, это два крыла птицы. Считаем. И сказал Моисей из священники Левиты всему Израилю, говоря, Внимай и слушай, Израиль. Слушайте, по-верейски Завете, шма и Сраиль. А то у них постоянно все. Слушай, Израиль, слушай, Израиль. Вот такие вот, чтобы храмы. И было, вот я насчитал, у нас 25 выдержек из священного писания. Это нигде нет. И чтобы крест вот какой был, ну видите какой, я могу даже поднять, показать он. Это крест. Прямые, видите, вверх, в боку, ну и везде. А как сейчас на боку везде там уширение, разы накрученные. Я посчитал, сколько концов на Пахровском соборе. 18 концов на Дом Кресте. А 18, это 6 и 3. Зачем это нужно? Зайдите, когда зайдете у нас в трапезную. Какой крест? Ну, брат тут делал. Куда ни погляди. Это не просто так. Я буду, я приготовил тему в следующий раз, когда будет. Знаки, которые оставляют Сатана и Бог, и люди. Знаки. Я заранее не боюсь сказать. Я знаю, этой темой никто не коснется. Она заблокирована за мной уже. Итак, считаем. Слушай внимательно, Израиль. В день сей ты сделался народом Господа Бога твоего. Итак, слушай глаза Господа Бога твоего, и исполняй все заповеди его, и постановления его, которые заповедуют тебе сегодня. И заповедовал Моисей народу в день тот, говоря, сии должны стать на горе Горизим. Слушайте, гола Горизим, гора Гевал. По-другому никак нельзя было. Книги не печатали, телефон не работает. И надо было разделить людей, перед ними выступить. Одни будут проклинать, другие будут благословлять. Не придумали же даже. Чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан. Горизим, мы как перейдем, сразу обновим этот народ. Оставил Бог жить только тех, кому было 20 лет до 20 лет. Которые выше всех примели, всех в песках зарытых. А что они сделали? Ну только выразили, что трудная будет война, нам не победить их. А Бог почему-то не сказал, сколько дней ходили, 40, за каждый день один год, пока все не перемрете. Так это жестоко. За это слово тоже ответишь. Это Бог, имя которому любовь. И он в них местах называется «Страшие в правосудии». Услыши нас. Считаем. Симеон, Левий, Иуда, Иссаха, Иосиф и Вениамин. Асии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гат, Асир, Заволон, Дан и Нефалим. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом. Проклят кто сделает из военный или литый кумир. Мерзость перед Господом произведения рук художника. И поставят его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет. Аминь. А если не скажет? Написано, отвершиваясь от закона Моисеева, при двух или трех свидетелях. Ты видел? Да, видел. А ты, я, три человека, два, все. Он должен тут же умереть. Камнями, груда, так. Кто еще оминь не говорил? Аминь, это значит, да будет так. Или истина. Откуда, я говорю, откуда вы берете? Вот оно где берется. Это не я, это Господь говорит. Специальные левиты, предупрежденные, может быть, написали им. Теперь возмещайте громким голосом. Чтобы ни один не сказал, я не слышал, я глухой. Глухом объяснять будут на пальцах, глухонемым. Бога любить надо. Проклят злословящий отца своего или матерь свою. Заметьте, это надо гераргевал. Другое благословение чти отца и мать. Видите, как разделили? Проклятие и благословение. Дальше. И весь народ скажет аминь. Весь народ, не половина. Внимательно начинай смотреть, и ты поймешь. Молчание даром не проходит. Отвергся законам Моисеева 9.28. Проклят, нарушающий межи ближнего своего. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто слепого сбивает с пути. И весь народ скажет аминь. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову. И весь народ скажет аминь. Вот, проклят, у нас уезжает человек, который уезжает люди. Ну, причины разные. Одну отказали за то, что начал пьянствовать и прочее. Ну, отказали. А дом-то остается, его никто не берет. Я его покупаю. Покупаю один, покупаю второй, покупаю пятый, который уезжает. А для чего? Новые приезжают. Все до одного дома я дарю. И пока меня нынче нету, сумели сделать документы. А дом, который тот, половину дома я его строил. И пол, и потолок, и крыша. Это вся моя работа. Я помогал человеку. И они без меня оформлены другого, перепродали и продолжают ходить молиться. Проклятые. Но я только молиться могу. Это отразится на детях. Это официально. А вы уведомили меня? Ну, я что? Я дараться за это не буду. Есть где. Что надо, мы построим. Да у меня еще там несколько приезжают немало людей на крещение. Это братья и сестры. Где сестры были, там братья будут, а сестры... Ну, и там есть еще. Это нынче, сейчас, в этом состоянии. И у нас есть люди, которые знают это, слышат, имеют к этому даже отношение. Здесь ни звук они издают. Они не понимают, что это. Они сразу попадают под проклятие, межу передбегают. А у нас там что, люди, мужское было, там матрасы, все только бы не выбросили. Ну, там батюшка еще присматривает где-то. Им это надо? Нет. Они сидят и измышляют, как сделать зло, свергнуть меня. Я не уязвим для них. Если меня брали по московскому КГБ и до бабушки, прадедушки исследовали, а потом реабилитировали, это чего-то стоит. Да мало того, следователь обратился из КГБ, стал священником. А то Бог делает. Приезжают евреи. Не просто там полукров какая-то. Но ум израильевич. Три часа у меня побыл в гостях, я его провожаю. Стал православным. Я его воспринял от купели, нашли где полное погружение, переделки на датчик писателей под Москвой. И он священником, при патриархии или втором. А то Бог делает так. А нам надо бороться с ними, говорит, евреи все захватили. Попутно скажу, надо бороться. Оружие только одно, любовь. Надо и показать, что со Христом лучше, чем без него жить. И дальше идем. Не вздумайте, меч удерживать. Господь сказал, проклят, это значит, он не нужен никому будет. Ни здесь, ни там. Проклят, кто ляжет с женой отца своего. Ибо он открыл край одежды отца своего. И весь народ скажет, аминь. Первое корейнце, мы читаем, пятая глава. Не говорит с матерью, а видимо, матери уже нету. Отец женился в тот раз, и он с ней живет. И говорит, слышно, такое блудодеяние, которого у язычников нету. Ну что интересно, что апостол Павел всю церковь называет святые избранные. И когда они его полностью выкинули, ни в храм не запускает их, где Павел пишет, ну примите, он же и страдался теперь. Господь вымер за него. Даже этот, страмины, и его примите. Он покаялся от этих, как я говорю, как будто Дух Святой похулили. Не из движения, каждый день все больше и больше идут. Сколько грязи выливает с земли этой жизни, невозможно считать. Я за черный список уже, наверное, 30 человек занес только. Ежедневно около 10 человек бросаются на меня, каждый день. Почему? Я отвлекаю огромные силы войска сатаны. Это Бог так делает, это благодать. И считаем дальше. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет «Аминь». Зоофил называется, это любит скотину, а зоофеды там это, а то такое есть. Дальше. Проклятые эти, которые со скотиной совокупляются. Проклят, кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей, и весь народ скажет «Аминь». И они стоят у Гевала, разделили, и должны говорить «Аминь». Мы должны мысленно сказать, к нам это не прикасается «Аминь». Мысленно для себя. То есть я не согласен с тем, что они делают, эти люди, которые под проклятием. А они рядом с нами, ели из одной чашки. Давай. Проклят, кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет «Аминь». «Аминь». Проклят, кто ляжет с сестрой жены своей, и весь народ скажет «Аминь». Весь народ, весь народ. Я согласен, согласен, что я буду проклятый. А нет, не согласен. Сразу вопрос. Почему? Ничего не говорил. Вы знаете, у нас была еврейка, она не была членом, но община-то. И когда пели «Верую в единого Бога», это главное кредо. «Бога истина, Бога истина». Она не пела. Я говорю, а почему? Ну, это мессианские евреи, мы Христа за Бога не признаем. Вот тебе на. А кто же он такой? Он говорит «Я отец одного». Десятая глава, тридцатый стих. Да Господь, Христос никогда не говорил, что он Господь. Как не говорил, Иоанна, считаем, 13 глава, тринадцатый стих. «Вы называете меня Господом, я действительно то». В другом месте его обвиняют и говорят «Ты человек, и делаешь себя равным Богу». «За что хотите убить меня», Христос говорит. То есть во всем народе было понятие, что он выдавал себя за Бога. Я отец одно, это его устав сказали, и далее. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную, и весь народ скажет «Аминь». Проклят всякий человек, кто не исполнит всех слов закона сего, и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». 28 главу. Послушаем еще. Отключемся один раз в жизни. «Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог вас дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуете и сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». Видите как? Вот ребенок приходит. Вы смотрите внимательно за детьми. Вам с ними не поправиться скоро будет. Как они ведут себя? Маленько проходит, ну минут 10 прошло, уже прямо на простыню, под одеяло уже спит лежит. Ну вы же смотрите маленько, это же ваши дети. Только сюда, уже на скамейке лежит, здесь при всех. Это же никуда не годится. Это будущее России. Кто нами будет дальше руководить? А что надо сделать? Страх дайте. Наша мать, у нее было 12 детей, 10 живых. Но она сказала, будет суд Божий. И этот страх Божий вывел нас, где мы находимся. Страх. Я умру, и там огонь будет гореть. Картина лицевая называется. И показано там, кто ругался, за язык подвешенный, а внизу огонь горит. Ну, такое по написанному виде. Далее. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен ты на поле. Если будешь слушать Господа, у тебя все будет. Не надо охранников иметь. Благословен плод чрева твоего. Вы знаете, сколько охранников у президента? У Ельцина было 750. Выше среднее намного зарплата. 750. У Рейгана было 1500. И вы знаете, Кеннеди никак не устоял. Застрелили и охранники по каждому дому стояли. Вы знали, где на повороте машина легче маленько, снайпер на секунду только, и череп разлетился. Поэтому мы должны быть готовы, Господи. И, я не знаю, идешь скользко, упал, или еще что-то, или машина ее занесла куда-то. Сколько на дорогах? Речь идет о 30 тысячах только на дорогах погибших. Я мог быть там. Дальше. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волок, и плод овец твоих. Благословен и житницы твои, и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем. Видите, житница, то есть, ни мыши не изъедят, ни украдут, ни пожарят. То есть, везде ты будешь благословен. Тебя люди знают. Признают, что ты благословена была? Что дети пришли к Богу? Что ты таланты, которые Бог дал, развивала постоянно? Люди находили утешение. Ты не молчала. Главное, это спасенная душа. С чем ты придешь, когда ни один через тебя не пришел? Поставьте себе этот вопрос. Ни одного. Даже у баклистов поется. Не хотел бы я бесплодным к Труму Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Ревности-то про это нет. Сейчас только выскочил и нету. А что ты научишься дома? Не надоело вам дома быть? Я прошу, не уходите, оставайтесь. Потому что сегодня будет важных два вопроса. Очень важных. Никогда у нас этого разбора не было здесь. Это Бог делает так. Может из-за того, что я каждый день готовлюсь уйти отсюда. И благословен ты при выходе Твоем. Поразит перед тобой Господь врагов Твоих, восстающих на Тебе. Одним путем они выступают против Тебя, а семью путями побегут от Тебя. Пошлет Господь Тебя благословения в жительницах Твоих и во всяком деле рук Твоих. И благословит Тебя на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Поставит Тебя Господь Бог Твой народом святым Твоим, как Он клялся Тебе, и отцам Твоим. Если ты будешь соблюдать в Западе Господа Бога Твоего, и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа Бога Твоего налицается на Тебе, и убоятся Тебе. И даст Тебе Господь Бог Твой изобилие во всех благах, владеть чрево Твоего. Видите о чем? Узнает, что ты с Богом, тебя будут бояться. Да как, наоборот, такие верующие-то, любой может обидеть их. Нет, не так. Который студия меня осудил, я после этого встретился, когда освободился. А мало того, с помощником разговариваю в кровопрокуратуре, генерал. Вы, наверное, нас проклинали все время, теперь реабилитировано. Что мы там находили-то? Ничего нету. Там диван, и нашли, пленки лежат, скрытые. Да и не дивана-то у меня нету, я говорю, нашли под одеялом. У меня нет дивана. Так, наверное, проклинали. Я говорю, мы молились всегда за вас. Так он другим всем прокурорам говорит. Он уже понимает, что то растащили, продали, сломали, а проклятие никуда не девается. Поэтому дети, заботитесь, чтобы родители благословляли вас. За дверь не выходите, пока в красный угол, где иконы не положите, три поклона не скажите. Мама или тятя, как мы называли, благослови. И тогда дети будут с вами, чтобы они понимали, что злой дух ждет их за дверями. Ребенок сразу начал бесноваться, упал, и пена идет. Что? Сумел человек поговорить, говорит, а на меня на дощечке посадили под колесо. И первый, который вышел оттуда, незащищенный, то я сразу в него вошел. Вот и все, такой одержимый растет. Он никуда не годный, он больной. И что попало делать, ржет на каждом шагу. Вам ничего не сделать с этим. А с какого возраста? Спрашивает брата родного, одна здесь. А он архимандрит. Он говорит, сколько времени-то? Неделя ребенку. На неделю опоздала уже. Ты должна была петь божественное акафисты и прочее, пока вошелебый был. Ребенок все это слышит. Это сегодня уже доказано. Музыка какая-то, органа или рок? Ну, рок, роковое. Дальше. И в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которые Господь клялся отцам твоим дать тебе, откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы? Слушайте, сам не будешь брать взаймы. Мы сегодня, часть темы будет на это. Взаймы берут и не рассчитываются. А ко мне сюда приходят и на меня давят. И при том, я не один раз уже, ну, это же общество. Ну, я не видел, даже не знал, что общество рассчитывается должна. Ну, если человек живет в городе, кажется, к каждому жителю будешь подходить. Это у меня только позавчера было такое. Прямо на дом приходят. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Сделать тебя, Господь, Бог твой главою, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедем Господа Бога твоего, которое заповедуете сегодня хранить и исполнять. Заповеди. Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых. Не оставляйте. Я уж который раз про это говорю. Люди хорошие, помощники мои, но я не могу молчать. Даже все пускай разрушится, но душа-то остается живая. Каждый день за них молюсь, за этих людей. Столько они мне добра сделали. Сразу только окончилось, и как будто не было. Хвост, говорит, не защемить только бы. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его, и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Заметь, как слово проклятие свободное идет. Проклят. Но мы православные, мы должны понимать еще не только то, что написано в Библии, а третьих поставил учителями. Учителя нам сказали, да что златоуст? Нет златоуста, значит другие будут, иностранцы работают над твоей душой. У нас есть литургия божественная, есть таинство, причастие. У сектантов этого нет ничего. Каждый сам себе восстанавливает, называется вот здесь новая жизнь, или церковь Христа. Ну название как угодно. Дальше. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Слова ничего не значит проклятие. Если Бог не вмешается. Дело в том, что Бог принимает это дело и проклинает. И ничего человек сделать не может. Ну все правильно было. Ну почему тут одна шайба отлетела и крыло отвалилось, и сын мой погиб. Он лучше был в этой авиационной части. А крикнули на обед, он побежал, который работал, маленько не докрутил. Ко мне подходит одна женщина и говорит, у меня один ребенок был, муж погиб, военный. Маленький ребенок-то. Ну поиграть отпустила во двор. Я следом вышла. Крещу его нигде нету. И по сей день нету 7 лет. Где ваш Бог? А где ваша жизнь была до этого? У нас ни один ребенок не потерялся. Мне было так, где-то живем мы, я вижу, дети выбегают играть на дорогу. А родители против меня идут. Я их прогоняю. Став пруд в руки брать, с дороги уйдите. Сделаны у них там песочницы. Живут достаточно. Не пускайте сюда. Проходит какое-то время, ребенка задавили. Это все, это нельзя высказать, какое горе теперь. Ну я же говорил вам, каждый день возвратил, а вы не трожь своих детей, а то я тебе найду место. Мне угрожают. А я что сказал? Дети не должны играть на дороге. Плакаты висят. Я не буду говорить, в каком государстве, в каком царстве это было. Это было. Дальше. Пошлют Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Вот как. Он проклянет. Бог принял к сведению и проклинает. И все развернулось. То пожар, то наводнение, то смерть, то болячки какие-то. Ничего нельзя избавиться от этого. Проклятие. А благословение, это радость. Даже болячки, ты все будешь славить и славить Бога. Он знает. Приближается время моего отшествия, говорит. Кончится земное, и будет небесное, вечное. Дальше. И несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен. И ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошли в Господь на тебя моровую язву. Заметь, моровую язву. Моровую язву. Это любимая болезнь, которая сейчас все это... Люди прячутся от нее вроде. Нет, конечно. Спрятаться нельзя. Доколе не истребит он тебя, с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкую, лихорадкую, воспаление. Есть такие болезни, врачи? Представьте, откуда они идут. Ходили, куда не надо, там заразились. Вот оно где. Никакого Китая не было. Тогда говорят, Китай завесли эти разные ковиды. Вот оно где. Бог. Засухую, палящим ветром и ржавчиною. И будут преследовать тебя, так коли не погибнешь. Вы знаете, ржавчина, это мы привыкли. Я пощущу и все. Но если все время предмет в воде, как подводная лодка, это целые институты работали. Чем ее покрасить, лодку, и чтобы радиация не пробивала? Я работал одно время на ремонте подводных лодок. Даже это мне Господь позволил. И одежду одеваешься и переодеваешься, чтобы ни одной капли краски ты не вынес. Ты куда вынесешь в Камчатке-то? Ну, у них инструкция такая. Как мы должны быть внимательны к тому, что вокруг нас? Вот у нас здесь договор есть. Сказали, что совершаются военные операции. Никаких толкований. Я дал толкование Ереме 48.10. Я говорю, все оттуда идет. А Господь видит. И небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью. Вот как. И земля под тобой железом. Ну как? Железный видел землю хоть раз? Но если Господь сказал, она будет. Она будет сжечь тебя. И ни одна былинка не вырастет. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль. И прах с неба будет падать. Падать на тебя. Доколь не погубит тебя. Это пыль. И доколь не будешь истреблен. Это семя палатинский полигон. Она насыпет и сыпет. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступаешь против них. А семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. и будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям. И не будет отгоняющего их. Поразить тебя Господь проказу египетскую. Я уже устал. Оставим. Дочитайте. Скажи какая глава? 28. Второзаконие 28. Дочитайте. Она еще почти целый лес. Там все дальше говорится. Подробности с утра до вечера. С вечера до утра. Теперь открываем еще одно место прочитаем. Псалон 44.2 Мы сейчас вкратце пройдем посмотрим какое отношение я говорю к благовещению. Что значит благая вещь? Благо это слово добро. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю письма я царе. Язык мой трость скорописца. Благовестие встречается 1727. раз. И как мимо все проходит. Что она была думать? Она только знала одно, что замуж вышла, чтобы дети были. А как будет? В простоте своей. По сумме никогда в мире. Тогда она показывает ну были же бесплодные. Ну хоть бесплодные, так она с мужем все-таки была. Господь найдет. Что она как размышляла, что думала, время шло. 14 лет девчонкой. И ни единого слова, только да будет по слову твоему. Архангел как сказал. Дальше. Римлян 10 15. Еще мы пять мест просчитаем. Что нам Господь скажет. Трость скорописца. Говори. И как проповедовать, если не будут посланы. Как написано. Как прекрасно ноги благовествующих мир. Благовествующих благое. Благовествующих благое. А тут есть благовещение. Благовествующие. Чтобы кто-то нас послал. Послал это дело батюшки. Он нам руководит. Он должен на исповеди. Должен. Я уже говорил. Когда Библию считал. С кем беседовал. Вот так называется свидетель Югова. Он называется свидетель сторожевой башни. И рядовой каждый в течение месяца должен не менее 15 квартир. Если над ним еще рядовые офицеры звали такие. Который начальник как епископ. Должен 70 квартир посетить в течение месяца. Самая быстро растущая секта. И притом они в Германии назывались бибер форшеры. То есть исследователи Библии. Их Гитлер ставил наравне с евреями и уничтожал. Ну и цыгане вот три. Меньше всего погибли они. А остальные евреи решение еврейского вопроса восемь почти миллионов а их всего было 13. Это катастрофа 12. А это нет. И благовещение какое идти надо идти. но они других ничего не принимают. Я тут уже не раз встречался и приходили сюда начинаешь говорить нет 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 идут на пару и они знают только то что говорят. К церкви никакого отношения не имеют. Новый перевод сделали. Это не перевод а совершенно другое под именем Библии. Дальше Прист Соломона 25 25 Он написал Одному писарю письмо написать у меня нога болит а почему нога болит мы отнесем письмо а это никто не просчитает кроме меня я такой что холодная вода для истомленной жаждой души то добрая весть из дальней страны добрая весть это праздник это благовещение если попадает на пасху называется кирио пасха запомните тоже кирио пасха и у меня грамота от митрополита Виталия и подписано кирио пасха это два праздника на один сходится когда это еще не все а почему так господь делает так чтобы мы поверили что благая весть идет по благословению Божию и самое главное начало всех праздников положено здесь она зачала какое седьмое ну на пальцах посчитай седьмое 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 вообще никакого отношения не имеет спасения единственное кто радовался что я умру больше ничего не было там триста там шестьдесят сколько лет прожил еще читаем исайя исайя семь четырнадцать по пальцам сейчас посмотрите как наш господь носит какие имена она все это знала она знала писание итак сам господь даст вам знамение все девы во чреве приимет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил Эммануил что переводится с нами Бог Эммануил это значение а на самом деле назовет ей сказано назовешь Иисус Иисус означает спаситель и дальше там еще есть имена там какие или в другом месте семь четырнадцать макия один подсадет я просто прошу эту главу дома досчитайте не стань на какую гивалу ты подвернешься или горизиму ну маленько воображение развивайте воображение это первое качество любого лидера кем бы ты ни был учитель ты хозяйка там или кто там себе лидер на своими детьми родишь же сына и наречешь ему имя Иисус ибо он спасет людей своих от грехов их спаситель потому что спасет людей у каждого какое-то имя есть вот у нас Варя есть Варя а переводится как грубая нет другого перевода нет у нас есть Иаков Яша что это обманщик подставляющий ногу перевод северийского а то он говорит а у меня русское имя Андрей я говорю Андрей это храбрый да ну у нас русское имя Мария Мария это еврейское имя госпожа у нас больше всего еврейские имена греческие несколько латинские есть вот Виктор Никита Николай это одно и то же имя победитель но только по-латински по-гречески Виктор победитель так Лука мы просчитали это уже почему-то я думаю что вот это мы не просчитали не имеем 2.18 последнее вам только слушать а я это сколько раз молотил молотил и кое-как вчера ночью только закончил все чтобы вошло сюда я рассказал им о благодеевшей мне руке Бога моего а даже слова царя которые он говорил мне и сказали они будем строить и укрепили руки свои на благое дело почему именно в это время если там земля расслилась то сегодня говорит официальные гей-парады идут и все поэтому Господь пообещал потопа не будет дал радугу сколько в радуге цветов 7 красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый и ни одного света никто не сделает вот овцы когда бывает где-то по воде пройдут а потом встряхивают себе и над каждой маленькой радугой а от огня ничего нету но только мы знаем когда люди в Содоме Гаморье и окрестных городах опустились до самой низости пролился с неба огонь который никто не может потушить и вся эта местность ушла на дно Мертвого моря единственное море в мире в котором ни одна козявка не живет и насыщенность такая что человек плавая не может утонуть никак он как пробка на нем висит и вот сегодня человек подошел именно в этом идут эти парады и прочее у меня у меня близкий человек это дау Мазраилович и говорит готовят эти нечестивцы поход что нам делать мы тоже выходим какие плакаты сделать ну я ему написал какие ну а там другие это же грузины бегут кто с табуреткой кто с кастрюлей кто с чем и которая выше полиция не может спасти их прям на месте забивают и все и все и патриарх тут же выступил и сказал по нашему обычаю все это греховно это не полезно потому что под сковорной накрывает когда на голове надо долго гудеть и вот в Польше стали такое дело один юноша выбежал и стал кричать показано полицейские его свалили тащат он еще раз говорит в воду будете гореть приятно слышать это в Польше там ясно не православный но ревностный католик и так когда окончательно разложилась земля наступило время спасения рода человеческого и проклятых сколько перечисляется призывать это начало в сегодняшнем дне и родится спаситель в котором мы уверовали слава ему вовеки и хвала Божьей Матери что она поверила сказанное Архангелом Гавриилом Аминь 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 Аминь